МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Важная тема» на телеканале ТНТ «Онега». Здравствуйте! И сегодня мы беседуем с председателем Петрозаводского городского совета Олегом Фокиным. Олег Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! На сегодня одна из самых актуальных тем – это уборка города от снега. Как вы оцениваете работу дорожных служб на сегодня? В целом, если смотреть уборку улиц по городу, можно оценить, наверное, на твердую четверочку, потому что именно дороги общего пользования, согласно муниципальным договорам, убираются. Даже при том коллапсе, который происходит на сегодняшний день, обильные снегопады, отвратительная уборка дворовых территорий. К сожалению, администрация в данной ситуации управляющим компаниям только выписывает предписания, работает жилищная инспекция в рамках административных правонарушений, но надо понимать сразу же, что жилищный кодекс так предусмотрен, что это зона ответственности управляющих компаний и самих жильцов домов. Будем думать, находить какие-то варианты все равно контроля и ужесточения по контролю работы управляющих компаний, но в целом, как мы и говорили, город с точки зрения и уборки, и с точки зрения дорожной техники, он готов. Что думают депутаты Петросовета по поводу проблемы припаркованных у обочин машин, и как эта проблема обсуждается, и как вы думаете ее решать? Вы посмотрите, что в Москве он сейчас творилось, да, там 12 тысяч единиц техники было выведено на уборку Москвы, и все равно коллапс дорожной и пробки. Те подснежники, которые остаются на обочинах дорог, к сожалению, создают очень большие проблемы. И в данной ситуации мы тоже обращаемся и ко всем автомобилистам города, что, безусловно, находите варианты, но машины с обочин надо убирать. Даже говорить о том, что если машина оставлена во дворе, по крайней мере, там дворник может подойти как-то, предупредить автомобилиста, знает, где он живет. В данной ситуации это практически невозможно. Идет гордео техника крупногабаритная, к каждой машине не подойдешь, то есть вынуждены, безусловно, обходить этот автотранспорт, к сожалению, оставляя за собой вот эти сугробы. То есть проблема эта действительно, она остается. Будем смотреть поправки и работать еще с депутатами законодательного собрания. По вопросу дополнительных по законопроектам, которые могут предусмотреть и ужесточать штрафы за неправильную парковку. Вообще парковочные места, дополнительные парковочные места, это отдельная программа администрации города. Работаем мы совместно с депутатами. Я вот сейчас могу привести пример. Конечно, больше всего, это самая острая проблема, это центры города. Это все равно Ленина, это Карла Маркса, Куйбышева. Это те улицы, где основное столпотворение находится, и люди приезжают с микрорайонов. И в первую очередь это парковочные места центра. Что нами планируется делать? И сейчас делаем уже пробный шар, запускаем летом. Это улица от площади Ленина до улицы Ленина, параллельно, где идет гостиница Северная, с другой стороны Горница. Значит, делаем дополнительную организацию парковочных мест, порядка 100 автомест. И они будут предусмотрены, как в европейской части, в Европе, и вот организацию дополнительных парковочных мест, именно вот между двумя полосами движения. То есть идет расширение, как таковая, от улицы, сохраняется все равно бордюр, сохраняется тротуар, и плюс парковочные места организуются между деревьями. То есть, естественно, не уничтожая деревья, оставляя зеленую зону города, но с двух сторон будет возможность парковать места. Более того, что это будет достаточно удобно для жителей близлежащих домов. Будем делать это как пилотный проект. Если пойдет хорошо и будут хорошие отзывы, то дальше такие проекты можно перенести в сторону Октябрьского проспекта. Дополнительно смотрим, какие варианты по организации платных стоянок. Но платные стоянки, тут надо отметить, в первую очередь, мы должны создать альтернативу для водителей, куда парковаться. Просто заставить жителей и так платить непомерные платежи, что по коммунальной сфере, что по всем остальным, начиная от образования, от школ, садиков, и где только человеку не приходятся деньги, а доход не увеличивается, и заниматься поборами дополнительными, не предоставив альтернативных вариантов, это просто неправильно. Следующая важная тема для нашего города – это принятие и республиканского, и городского бюджетов. Мы знаем, что пока бюджеты приняты не окончательно, но тем не менее мы уже знаем, сколько денег республика выделит городу и на какие статьи будут потрачены эти деньги. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Здесь, во-первых, вы абсолютно правы, что бюджет принят пока только в первом чтении. 18 декабря состоится второе чтение, как раз по статейной расходованию средств, и сейчас депутаты только приступили к работе в комиссиях. Что хочется отметить, я основные параметры затрагивать не буду, потому что они жителям, в принципе, мы уже неоднократно говорили, и цифры большие и глобальные мало о чем говорят. Людей интересует, в первую очередь, как изменится облик города, насколько он в состоянии чище, краше, благоприятнее для проживания. Здесь, наверное, может быть остановиться буквально об одном аспекте, это то, что мы добавляем деньги на благоустройство территории. Вот это, наверное, одна из таких немаловажных статей расходов. Мы продолжаем все социальные обязательства, которые мы брали, и бюджет, который несет, они будут сохранены в полном объеме. Есть и те программы, которые мы начинали в прошлом году, там, к примеру, программа та же самая «Тысяча подъездов», мы обустройство дворовых территорий, строительство детских площадок, спортивных площадок, асфальтирование дворовых территорий, межквартальных проездов, это все будет сохраняться, и только увеличиваться по статейно. С другой стороны, почему я говорю про благоустройство, потому что я сам, например, вспоминаю, когда я приехал в город Петрозавод, в 92-м году поступал в университет, город, надо сказать, безусловно, с точки зрения озеленения, с точки зрения благоустройства общих мест пользования был, с моей точки зрения, выглядел лучше и презентабельнее, более ухоженный. И одна простая причина, то есть это причина, что из года в год после этого деньги, выделяемые по этой статье расходов, они уменьшались пропорционально. Это было и при Маслякове, Виктор Николаевич, это было уже и при Катанандове, при Демине, и вот так по нисходящее оно и шло. Поэтому мы добавляем дополнительных расходов порядка 35 миллионов рублей, это именно на высадку цветочков, благоустройство, озеленение, подсадки, парки. Я думаю, что это должно быть заметно горожанам уже вот этим летом, когда будет возможность эти работы производить. Все остальные, повторюсь, обязательства, которые взяты в социальной сфере, они будут выполнены. Но, естественно, возникает вопрос про дороги. Мы, как и говорили, две дороги будут закончены в полном объеме, так как конкурсы, муниципальные контракты заключены. Это в окончательном виде будет доделана улица Ленина, которая была начата в этом году. С февраля месяца начинается, приступают к работе по улице Чапаева, и улица Чапаева контракт также заключен, определенный подрядчик. Поэтому в 2013 году до конца лета все эти виды работ будут с благоустройством сделаны. У нас еще такие основные магистральные дороги остаются в отвратительном состоянии. Это улица Шотмана, в отвратительном состоянии улица Мурманка, часть там Советская. Надо сделать как минимум в следующем году, чтобы по основным магистральным улицам была возможность спокойно ездить на легковом автомобиле. Это 300 миллионов рублей, которые выделяются из Дорожного фонда. Помимо этого, порядка 230 миллионов еще будет выделено на ремонт дорог. Список дорог будут утверждать администрация с депутатами Петрозаводского городского совета. Я думаю, что мы в январе уже будем его иметь в окончательном виде и публиковать на сайте администрации Горсовета. Помимо этого, формируем список асфальтирования дворовых территорий и межквартальных проездов. То есть мы эту инициативу, которую начали в том году, и она коснулась всех микрорайонов города, мы ее продолжаем. Одно из важных направлений работы Петрозавета – это работа с обращениями граждан. И, насколько я знаю, очень много обращений от петрозаводчан поступает по поводу отмены минимальной промилле для водителей. Я знаю, что Петрозавет собирается выступить с некой инициативой. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Автомобилисты достаточно часто сталкиваются с этой проблемой, которая была введена в законодательство федеральное в 2010 году. Убрали ограничения по промилле, если раньше было допустимое 0,3 промилле. Теперь в законодательстве этой ниши нет. То есть чем она обусловлена? 0,3 промилле исключала целый ряд вопросов, таких как погрешность самого прибора измерения, количества промилле алкоголя в крови. Она убирала просто-напросто, элементарно, злоупотребление сотрудниками госавтоинспекции данного вопроса. И, как отмечают эксперты, вот эти 0,3 промилле, они никоим образом не влияли на аварийности ни в городе, ни в республике, ни в целом в стране. Мы считаем, что надо достаточно широко обсудить эту тему и высказать свое мнение непосредственно и депутатам Госдумы, и членам правительства Российской Федерации, что данную норму, безусловно, надо возвращать в законодательство. Абсурдность ситуации в том, что даже профессиональные автомобилисты, для которых руль является основным местом работы, они просто теряют эту работу на полтора-два года. Хотя человек ехал абсолютно адекватный, не пьяный, сталкивается даже с такими ситуациями, с провокациями, а просто даже со стороны сотрудников госавтоинспекции, когда протирают спиртовой тряпочкой прибор измерительный, дают подышать, потом показывают это соотношение промилле, отказываются или не отказываются от медицинского освидетельствования, но, к сожалению, практика одна. Прибор показал, значит, соответственно, человек лишается прав. Не надо далеко ходить, есть европейские страны, вся Европа фактически, это 0,2 либо 0,3 промилля, допустимые в законодательстве. От этого я вам могу сказать однозначно, лучше дороги делать хорошо, и чтобы ездить было безопасно, чем заниматься популизмом. Наши действия сейчас следующие, то есть мы делаем опрос, опрос граждан, не только автомобилистов, вообще всех желающих. Данные отзывы мы будем собирать сейчас на странице ВКонтакте, должны набрать не менее 100 тысяч подписей, будем делать обращения и в адрес президента Российской Федерации, премьер-министра. В случае, если реакции мы не получим, мы точно так же, вне зависимости от заявления депутатов Госдумы, можем выходить со своим законопроектом, законопроект, который набрал поддержку свыше 100 тысяч горожан. Посмотрим, конечно, как пойдет динамика сбора таких подписей, но что-то мне подсказывает, что жители поддержат эту инициативу. Спасибо, Олег Николаевич, что вы поучаствовали в нашей передаче и ответили на такие важные вопросы. Вам успехов в работе. Спасибо. Это была программа «Важная тема» на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня мы беседовали с председателем Петрозаводского городского совета Олегом Фокиным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин